Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки и надеемся на идеальный лут. Итак, начну с вара и закончу друидом, да, то есть вар, декапл, один друид. Такой мой порядок вскрытий сегодня. Так, начнем же. Ставлю лут на защиту. И это пояс 935, который мне, ну, в принципе, не нужен. Поюзаем баджики. 9 миллиардов. 1, 1, 1. Ну, то есть по единице за каждую сложность. Я там какой-то 13-й, по-моему, что ли, крыл. Ключик указ шары. Кровавый, мучительный, укрепленный. Модификатор текущей недели. Хилы, как говорится, будьте осторожны с этими модификаторами. Так, вышли баджики на репутацию. Ну, все, больше высылать-то, в принципе, нечего. Ставка командования скоро истечет, но скоро построятся башни магов. Хорошо. На ДК у меня теперь сетик новый. Че скажете? Мощь? По-моему, мощь. Надо только для Блада себе найти какое-то соответствующее такое оружие синенького цвета. Либо артефактную раскраску поменять. Ну, подумаю, придумаю что-нибудь с этим уж точно. Или если у вас есть какие-то наброски в плане трансмогрификации таких сетиков, то подскажете, думаю. Фрост ДК. 5300 хп. Сефус, легендарка, бис. Отвечаю. 71 артефакт. Взял Фроста 9-го числа. Сегодня 15-е. Я еще ничего не делал. Неплохо. И вот я теперь в замешательстве. Вскрывать на Фроста или же вскрывать на Блада. Если я вскрою на Фроста, мне может упасть Фрост Релик, может упасть Релик Тьмы. Ну и всякие дамагерские триньки. Ладно, давайте вскроем... Не знаю. Ну да, кровь, кровь Мейнмонт все-таки. Поехали. Что это? Такой же пояс? Или мне кажется уже? Короче, понятно. Я закрывал 18-й ключик на этом персонаже. И теперь получил 17-й кроваво-мучительный укрепленный КЧЛ. Конечно же, я туда не пойду. Не, ну если будут какие-то совы в пате со мной, то можно будет еще сходить вполне. Потому что там мобы в основном стоячие. Вот. И играться на кровавом в КЧЛе без каких-то оттягиваний и прочего не особо весело, если честно. Так, сейчас мы этот предметик удалим. Я же с него не смогу взять квест, раз я его делал вчера. Угу. Так, возьмем квестик на потасовку. Это что у нас? Великолепная шестерка. Это что там вообще за такое происходит? Так. Карта училип снилой и хром как могут сверкающие копии. Шесть игроков на команду. Ммм, понятно. Какой я теперь буду шмот лутать? О, 920-й и выше. На основании вашего максимального рейтинга. Так, неплохо. Угу. Да, за ДК все. Можно идти дальше. Кстати, насчет моих аренок и прочего. Все дело стримится. Ну что-то, конечно, я играю вне стрима. Вчера на самом деле весьма удачно поиграл вне стрима. И если вы в ВК-группу чекните, то увидите там запись об этом. Угу. Защита. Поехали. Сороковая шея, да? Ммм, нет. Но 35-ая моя с сокетом реально лучше. Левел ап артефакта. 64-й модификации тигеля никакого нету. Увы. Насчет этой шеи я даже не знаю, если честно. Ну, нет. Она не зайдет. На вара бы, да, еще я бы надел-одел, это точно. А вот на паладина при наличии 35-й с сокетом. Нет. Точно нет. Да ну неужто я ни одной шмотки сегодня не одену-надену, которая мне упадет. Такого быть не может. Серьезно. Три шмотки, три торговца. Ну, уходят. Что за бред? Два пояса, одна нека. Ну, шея. Не, ну, кстати, если такой лут будет падать при открытии 15-х сундуков, 6-го декабря, в день моего рождения, то, ну, в принципе, я бы надел-надел все бы предметы экипировки, которые мне падали. И два пояса, и неку. Без раздумий. Что, открываем? Смотрим. Фаер-релик. Фаер-релик. В избучке, насколько я знаю, сейчас это самый лучший талант для друида. Трёпка не самый лучший. Так что, да, я одену-надену этот релик. Престол 10-й. Похоже, мой друид ощутит боль престола. Да. Давайте протанемся на Виндикар и посмотрим эту реликвию по тигелю. Что она из себя представляет, что она может мне предложить. Тигель для танка это, конечно, дело такое себе, но все же надо пользоваться им и смотреть комбинацию талантов. Ага. Так, ну что, смотрим. Пум-пурум-пум-пум. Пурум-пум-пум. Пурум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, не знаю, я бы взял тут выносливость урсока, допустим, ради выживания. А тут я что прокачаю в итоге? Тут вообще не особо кайфовенько получается. Чего линковать этот релик? Я людей не понимаю. Ладно, я кину этот релик на взбучку. Взбучка это у меня... А, ну все верно, да-да-да. Я просто такой классный игрок из друля, что не особо помню, что делают там некоторые способности, особенности. Ну и все, и потом вкачаю эту выносливость урсока. Ну, надеюсь, я сделал правильный выбор. Новая неделя, новые эпики. Ну, я не особо доволен лутом. То есть, что я налутал? Я налутал релик для друида и тот, который понизил мой аквиб артефакт на 2 единицы. Это как бы мало, и не особо-то будет чувствоваться, но, знаете, все равно такое себе. Зато ап на дамаг от взбучки. Хм, весьма так неплохо. Ладно уж, всех вам благ, счастья, здоровья, удачного вскрытия сундуков, чтоб там вам эпиков, легендарок нападало, всего чего только можно. Вот, а я, а я что я буду делать? Я подрублю стрим часиком к 12, там, к 13. В Москве в 15 МСК рейды ежедневные, как всегда. Ну, если не ежедневные, то, по крайней мере, я оповещаю об этом в ВК-группе и держу вас в курсе происходящего. Берегите ноги. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин